приветствую вас пилоты с вами снова римас мы продолжаем свое прохождение x4 foundation игра если честно она в некоторых местах по сей день сыроватая хотя по поводу онлайн возможности мы уже с вами обсуждали в прошлой серии я специально где-то два-три дня не записывал был что я хотел построить штаб-квартиру которую мы уже строили в первом сезоне принципе я как посчитал нужным вам не показывать это повторно и естественно мы построили вот такой модуль модуль под названием сейчас вам скажу я сам его забыл сейчас на так управление фонд фондами так строительство вот он называется винт винчура платформа и естественно винчурадок что это такое этот модуль отправляет ваши корабли в другие миры других игроков как я в прошлом и говорил прошлой серии и самое интересное происходит вы как они классно сделали эти объявления конечно я сейчас нахожусь кстати на своей станции сейчас давайте сначала до модуля дойдем я вам покажу как там туда-сюда я все корабли пара продал не нужен потому что один корабль забаговался у меня почему-то вот в платформу под в платформу ушел ну как бы типа он там задолгался и в платформу и все я его потом достать не смог короче его продал и он там сидит короче ну мне уже не мой корабль да и пухлин мороз не знаю в чем проблема так вентюр платформа то но ведь винчура что это такое то есть если вы играли в новом sky где вы там могли отправлять флотилии на три часа на 8 часов на 20 часов и можете лечь спать выключить игру то есть время идет потом они приезжают и всякий вкусняшка вам привозит с точно так же только эти флотилии будут находиться в другом мире то есть у других игроков как бы ну там у васи например да вот так вот в общем это классно 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 ребята ну давайте сначала купим корабль потому что мне не 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 на чем летать я на скорую руку купил себя бур исследователь агрессор который следует туда-сюда и естественно солнечная электростанция которая приносит маленький доход но приносит он конечно не такой прям большой доход но так или иначе есть какой-то доход так и конечно же бур агрессор потому что торговцы а самого начала они сейчас не будут работать как это было ранее на стримах в ранних версиях здесь чуть-чуть по сложнее стало здесь у торговца должно быть минимум три звезды для того чтобы он мог осуществлять все эти торговые галактические транзакции и тому подобное так нам надо у аргон правильно на возьмем кораблик какой-то для себя из грейда так квазар беспонтовый корабль сразу говорю берите либо эклипс либо берите другой корабль у республики антигона вот такой корабль можно взять ну к сожалению мне пока вот так подождите нет с корабль с корабль тяжелый истребитель пульсар он очень хороший во первых у него довольно хорошая броня щитов щитов много можно поставить и естественно вооружение у него просто неимоверное количество 1 2 3 4 5 6 ребята пушек можем на него поставит он просто машина убийц да ну пока что мы к сожалению не можем ничего купить такого формата потому что у нас во первых денег не хватает во вторых у нас конечно же нет соответствующих репутации для покупки того или иного кораблям поэтому берем простой как он корабль мы можем принципе нового агрессор взять элиту мы налить и катались ну чтобы знаете просто чтобы смогли кататься так пулемет 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 а нам кстати приглашение дали нам дали приглашение чтобы мы подняли ну-ка сейчас посмотрим я видел какое-то приглашение чтобы мы смогли поднять как о репутацию не здесь не здесь но здесь вот вот здесь вот так это friend of the federation да это аргонская федерация нам надо туда при этот и кстати может телепортироваться не можем на чужие станции как это я бы делал ранее например ксеновскую станцию я помните телепортироваться на стримах здесь уже чуть-чуть другой то есть я телепортацию конечно же изучил на максимуме вот она изучение построив штаб-квартиру вот теперь мы можем принципе шасси изучать давайте поставим изучение я забыл вообще про это дело и сув мы еще не изучили не скрафтили я не знаю потому что я вообще очень мало летал я в основном знаете вот так вот игру включу что-то хожу делаю там раз торговца сделала себя раз там шахтера сделала ну торговца мне забаговался пришлось его ликвидировать нам нужен корабль так исследователь чё нас там далеко от нас приказать ему чтобы ой да он далековато от нас ладно пусть пусть пока он летает а мы тогда в аргонской федерации купим себе новый кораблик какой он такой вот кстати ну исследователь я давайте лучше все таки исследователи попросим попросим его чтобы он нас отвез аргонскую федерацию так сначала моему скажем удалить все приказы но и давай со стыковаться мы могли бы конечно его не удалять приказы но естественно чтобы он не отвез а потом дальше больше уже продолжу свою свою деятельность да чувак чувак привет кстати вы следователи как ни странно кокпит намного больше чем например у новый агрессор либо нового защитник не знаю с кем это связано но у меня исследователь как корабль нравится очень классный вот такой от корабль для тех кто не знает что это за игра это x4 foundation легендарное продолжение серии x конечно же на движке x реберс возрождение которое игра многие мне понравилось за счет того что мы ограничивались одним кораблем но ничего сейчас уже у нас их 4 здесь очень хорошая экономика то есть правда я не понимаю почему они не вели понятие как топливо например да что могли бы мы манипулировать топливом там еще что-то ну чтобы корабль если без топлива там очень медленно летал но мог полететь там да на какие-то там солнечных батарейках вот тут могли бы ввести топливо реально это было бы просто невероятно там но не знаем водородное топливо например да либо ядерное топливо чтобы это топливо добывалось да где-то там в астероидах водород засуду но это было бы прикольно возможно рано или поздно умельцы давать это дело так или иначе здесь все подвязано то здесь строится корабли реальными ресурсами и писи возит ресурсы мы возим ресурсы и тому подобное здесь очень много разных раз аргоны пока что ёптать так как как ребята так нам надо валить меня походу сейчас чипок надо свалить короче отсюда отсюда как говорится давай братан быстрее в аргонскую федерацию аргон праймер окажемся нет этого нас хотиква хоть и ква так ну принципе мы спаслись кстати вот корабль игрока он здесь что-то делает творит летает элита вот он мы его можем покнуть слить и гопнуть туда-сюда но я не хочу отношение портится с местными властями хотя нет в хотите хотите принципе насрать мне кажется можно этим заниматься ну у нас так себе оружие конечно же ну и зачем потому что я уже несколько кораблей убил мне в комментариях пишет рима зачем ты мой корабль убил это это получается что приходит какой-то отчет что это не понял куда он мне отправляет а ну правильно да надо суда отсюда отчет приходит игрокам типа вот римас убил ваш корабль в своем мире и типа такой рима зачем-то мой корабль убил ну блин прикольно конечно другой стороны хотя это не точная информация может быть просто чувак прикольнулся подтвердите пожалуйста если это правильно о том как я говорил что до релиза что игру будет такая возможность типа пола онлайн типа мы можем отправлять свои флотилию на другие миры игроков римас там горит этот фантазирует туда-сюда свои предположения ну в принципе это было ясно знающие люди уже давно знали об этом потому что были конкретные намеки в папке с игрой в корневой папке можно было нормально так накопать просто об этом не говорил то что ну зачем вот зачем зачем по случаю думаю что римас сочинять правильно правильно так сейчас мы с вами ребята купим о еще один чувак еще один чувак тут летает прям возле станции орган правил вот если мы его сейчас здесь убьем а это будет очень плохо для моей репутации поэтому поэтому сейчас мы поднимем репутацию к орган прайм и купим себе блин ну к вазаре не хочу братья я тогда возьму eclipse конечно бы я бы пульсар взял себе пульсар самый тупого корабль по мне так может быть еще пара низкие какие корабли но я пока я до них еще так сильно с ним не ознакомился о прикольно так возможно нам исследователь надо продать не знаю он нам сейчас не нужен по сути конечно как бы корабли это есть хорошо да здесь еще и автостыковку автостыковки нет ребята янтель очень плохо тик 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 отлично на кстати музыку поставить давайте музыку на удаку через м музыку поставим что игра игралась а мы лазили здесь вот так вот банджур и давай лысый так а мы пойдем пойдем ребята к представителю фракции для того чтобы получить новый ранг да и нам надо реальной экономикой заниматься я уже говорил в первой серии что реально нужно заниматься сейчас мы на боров наделаем с вами и пусть они там летают делают делают что хотят но для начала на хорошечный корабль так получи звание вы очень хороший пацан ты там наработал все там туда-сюда мы тебя уважаем участие короче давным ранг короче но если ты будешь косячить в этот ранг тебе заберем понял понял все короче давай пока какого хера она сидит в шлему скажите пожалуйста здание здесь тепло на ротопление воздух кислород атмосфера она в шлиму я не знаю может она получала ранение какой-то так аргон аргонская федерация ребята союзник плюс 10 пропустить диалоги к сожалению а можно можно пропустить да или нет так что мы теперь можем сделать давайте посмотрим можем ли мы купить eclipse да можем купить eclipse агрессор тоже такой неплохой кораблик здесь четыре пушки всего лишь это не пульсар где там шесть пушек и броня хорошая щена кстати пульсаре корпус чуть-чуть поменьше да я ошибся у клипса корпус 4000 пульсара был 1600 кажется 1500 и так топовый eclipse ну мы в принципе вот так вот можем сделать а 2 миллиона 8489 у нас пока что у нас пока что ребята 2 миллиона это янтолет чем плеха ладно сейчас мы сделаем вот так вот нам на десантника сюда поставить спутников связи уберем вот эту вот навигационном маяке тоже уберем это уберем получается 2 миллиона 347 нужно еще что-то убрать что-то сделать вообще топовый корабль эклипсик ну смотрите мы можем поставить пулемет который очень хороших херачить либо осколочные батареи я не знаю он конечно дешевле чем пулемет но если мы его поставим и с осколочными батареями мы сможем мелочь просто разносить в пух и прах правда не знаю сколько у него дальность посмотрим дальность два километра всего лишь это это маловато у пулеметов дальность три километра все-таки нам надо мне кажется давайте продадим их приятно продать исследователь ребята он нам не нужен давайте продадим его так здесь за него дают 323 а здесь сколько дают за него 301 323 хочешь побольше здесь 336 вот пожалуйста побольше так а у ящеров не дорожка в 327 ну давай 336 что теперь они 331 а здесь ти 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 тысяч пока так я остался без корабля еще раз купить корабль с эклипс агрессор высокие 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 здесь возьмем еще на десантника пусть будет два десантника навигационный маяк ну принципе спутника связи вот так поменьше маячки вообще нам не нужны я ими вообще не пользуюсь я не знаю для чего не нужны ребята так 2 миллиона 316 тысяч в принципе есть у нас четыре пулемета счетов 2822 армейские как его движки которые очень хорошо и в бою и конечно же они очень быстро уходят в круиз правда сама круиз скорость их круиз скорость маловато мы можем сбалансированную взять либо такой так сбалансированы так ускорение так ну принципе вот такой вот эклипс топовый корабль тоже одесса а этот этот уже закончил понятно молодец ну давайте его пока закажем все подтвердить указ прекрасно 113 тысяч у нас пока что есть не знаю сколько у нас на станции денег осталось в принципе солнце электростанция сейчас слишком много не нам ничего не идет а нет она заработал 246 тысяч конечно маловато ну ну требуется 360 тысяч минимально да ладно пусть будет пока что отмена для строительства для строительства лампус пока строит корабль наш заказ кстати мы сейчас за ним можем как как говорится понаблюдать где он там строится честно я не знаю так док станция зон торговцев давайте зон торговцев можем подойти еще торговлю кораблями скрафтить сейчас где-то наш корабль крафтится ребята так я здесь нахожусь это а вот я эклипс агрессор вот здесь он находится где-то он крафтится лифт вызываем а ой лифт ушел один вам тут дождемся давай братан где ты там вот сейчас спустимся найдем я нихера его не вижу где-то на той стороне кору короче строится сейчас мы пока доберемся и уже построить ох красавец какой ну-ка дай-ка я сяду чувак сразу пилота нанял отлично ну чё поехали ребят теперь можем запросто шатать всех подряд короче пойдем сейчас наверно не знаю может по кристаллу пройдемся вот так вот это дело работает очень классный кораблик мне нравится eclipse тяжелый истребитель он дается ну можно покупать когда вас ранг плюс 10 к фракции которые его продает это у нас аргон прайм кораблик тут стоит кстати вот он да вот он кораблик нейтрал узы мыл и его зовут нам бы конечно еще каком кораблик купить можем можем принципе сейчас под конец знаете что сделать eclipse отправить на исследование либо еще что-то там тем более были рекомендации по какого сейчас подождите подождите сейчас все сделаем типа есть специальной миссии для того чтобы мы могли отправлять именно тяжелые истребители типа там рекомендуется сейчас посмотрим какие там получаются награды за это дело отлично да ребят напишите в комментариях как вам лучше стримы делать по x4 foundation либо просто записи потому что я что-то заметил вам больше записи кажется понравились на стримах тоже общение печенье туда-сюда отвлекаются я тут разговариваю с чатом многие бомбят из-за этого особенно те ребята которые смотрят запись стрима все-таки мне кажется просто запись она как-то получше будет круг целое дело да мы здесь походу круг будем целое дело хотя могли бы вот так вот пролететь а возможно чем да что ты будешь делать возможно через трассу мы быстрее доберемся ребят у нас тут ксенонский п пи летает где-то здесь вот он летал где-то 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 здесь он был этим или там воюют может быть они уже чпокнули тут контейнер кремния вот он кстати пи ксенонский вот его сейчас быстренько и убьем зато получим как раз бабла я вас уничтожил ой как хорошо мы его сносим там влашу биофрак забрал прекрасно отлично все можем продолжать как говорит свой путешествие да я вот когда начал с нуля игру было заметно то что реально очень много опасных мест тут ксеноны также эти хаки тут летают вовсю пиратов много это очень хорошо ну может быть тоже быть такое что в верфях никто не будет ваш заказ принимать так как у них проблемы с поставками ресурсами поэтому всегда обращать внимание когда вы покупаете какой-то новый корабль там нижнем в правом углу я показывал прошу серии там показывают типа если все порядка на что порядке если что там у них не хватает значит ну не хватает надо смотреть по логистике возможно придется искать другую верфь видят этот какой-то красный был были но эти трассы конечно могли бы их убрать увеличить бы скорость перемещения круиза мне кажется так было бы намного проще так нам надо свернуть сейчас влево тихо тихо да что ты будешь делать так выкидывать меня не знаю почему ладно поехали сейчас уже в эту сторону надо лететь военные движки они очень быстро разгоняет ваш корабль здесь у нас спутник здесь здесь я спутников понадел по наставил чтобы какую-то информацию иметь по торговым транзакциями и тому подобное я хочу потом построить себе такой знаете хороший станцию большой комплекс где мы смогли бы производить много разного всякого что в этот станция нам приносила бабло огромное количество бабло да и нам надо станции сканировать тоже их нужно будет взламывать кстати по поводу взламывания я уже взламывание максимум изучил по ходу дела сейчас мы еще изучим улучшение корабля которые мы сможем улучшать верфях где есть верстак просто верстак они и верстак для личных вещей а именно верстак для апгрейдов кораблей это очень важно это же рассказывал показывал прошлых серия хорош корабли клипс мне нравится но мне больше нравится пульсар почему-то больше понравился надо еще кстати параницкий посмотреть корабли как они там выглядят так фортуна 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 следующая станция системы вернее наш пункт назначения обычно тоже когда летаю где-то за пределами системах ну границах там тоже часто будет бывают всякие пираты и ксеноны ну естественно как и говорил уже хаков очень много в некоторых местах и они да они появляются прямо в самых нежных местах надо кстати их домашнюю систему найти они часто в разных системах находится то есть у них есть станция и все такое вроде бы они уничтожаются насколько я помню мы сейчас ребята с вами попытаемся постараемся отправить эклипс куда-нибудь на путешествие в мир другого игрока посмотрим как это будет выглядеть я вам покажу принципе возможно уже кто-то из вас уже многие из вас знает как это выглядит но эклипс это тяжелый истребитель надеюсь его никто не чпокнет другой игрок например да если вы встретите мою мой эклипс мышцы его назовем кстати по-своему чтобы наверняка мои подписчики узнали его если они его найдут у себя в игре solar power plant так здесь нельзя его этот что-то не понял где мой строитель и кандидат ты где стоит ли кстати свалил на строительство по ходу до конца не заработала да что-то не понял почему он свалил то надо опять нового строителя по всей димости нанимать так ладно пойдемте док 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 вот она моя личная станция которую я ее построил на скорую руку если честно мы чуть позже будем уже этот заниматься глобальным строительством я вам скажу так куда 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 а вот сюда понял простую стуковичный модуль поставил не vip как говорится а простой vip конечно очень красивый но мне денег не хватило на него и чертеж я не хотел покупать так давайте сразу этого чувака для того чтобы отправить его путешествовать это гать честь видеть вас на борту выбираем элит агрессор мы уже построили там модуль который которым я говорил венчура до начале серии и отправляем его венчуру все давай чувак иди туда я щас там тебя встречу ну взлетай ёптать что-то мозга дескать что у него какие какие у него статы общее сведение ну так себе пилот конечно они смотреть пилотаж 4 чувак нормально я думал они кстати пилоты тоже прокачиваться когда мы их отправим венчуру ну давай киш у меня ждет что ли чуть не понял и иди уже так он полетел он полетел полетел венчуру венчура платформе номер один мы можем вроде бы несколько платформы наставить да вот это вот я не знаю подтвердите пожалуйста в комментарии сейчас он сюда пристыкуется господа и посмотрим давайте понаблюдаем честно опять через текстуры пойдет как обычно туда-сюда нет смотрите он облетает все это дело неужели они охрен сейчас опять сейчас по любому в текстуру войдет а нет нормально ну-ка давай чувак стыкуйся блин сув сингулятор уплотнитель времени докажется называется почему-то я не могу его скрафте мне у нет на него рецепт возможно просто надо чпокать ксенонов и хаков возможно у нас самочистка появится от рецепта на посмотреть вот она венчура вот там я нахожусь кстати напротив и точнее вот в этой вот я здесь стою жду кораблик вот он подлетел вот окна откуда я смотрю вот он кораблик иди то с моим можем сейчас опять выделить прекрасно так нам надо его переименовать информация как мы его назовем давайте так вот шататель шататель и нормально все он пристыковался теперь смотрите вот здесь вот есть венчурная консоль так называемая и доступные миссии первая миссия рекомендуется тип корабля истребитель курьер истребитель смотрите за эту миссию нам дают 35 120 тысяч какие-то там шняги и туда-сюда здесь могут дать от 130 тысяч до 50 тысяч шанс шанс на успех раньше показывал сейчас он не пока шанс на успех низкий шанс на успех низкий шанс на успех низкий а почему не знаю здесь у нас один час здесь у нас восемь часов давайте наверно на один час отправим но почему-то истребитель там была миссия тяжелый истребитель но к сожалению он как-то не этот шанс на успех низкий ну давайте начнем отправим посмотрим заводим шарманку все сейчас он начинает крутиться и естественно у нас пропадает ты ладить торговцы энергии если у нас стоит все наш корабль шатать и даже не выделяется мы тут отопечнуться естественно не можем все ребята он пошел телепортнулся в другой мир другого игрока для того чтобы зарабатывать нам какие-то шняги вот так вот это дело работает вы как классно выглядит о венчура 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 это я стою до сона нет это моя солнце электростан состоит вот так вот это дело выглядит теперь будем ждать час целый час ребят для того чтобы понять что там у нас он нам принес и вообще это успешно или не не успешно чувак ты чё делаю ты почему не работал а ну-ка я работать быстро сэр сэр уюттый вот байкарит ну чё ребят в следующей серии мы посмотрим что он там нам заработал туда-сюда но с вами римас подписывайся на канал я вам желаю удачи играйте в хорошие игры всем пока до скорых встреч а я буду ждать до